Я пытаюсь тут с Серёгой с рыбой созвониться, списаться, понял? Ну, блядь, мы же через него выйдем на кого-то. Мне уже на него только надежда, хуй, с ним отдать эти деньги, блядь. Машину продали в рот и ебать, заработаем, блядь. С Серёгой? С каким Серёгой? Ну, блядь, с рыбой, блядь, Серёга, ну с мясокомбинатом, блядь. А-а-а. Он же стояковый, понял, блядь. Понял. Тут смотри, у нас приехали, забрали двоих пацанов, понял? Я поинтересовался, в Донецк, в другую часть забрали. Да нахуй нам эти части, нам надо вообще нахуй отсюда, ки**баная мать, нам не надо. Демобилизация 20 тысяч долларов. Сколько? 20 условных единиц. Да они шо там, пи**баные, 2000, я знаю, было, блядь, но не 20, блядь. Когда? Да вот, блядь, когда нахуй гребли все, блядь, 2000 долларов. Ну, когда гребли, то да, а сейчас уже, когда люди здесь сидят, конечно. Это подняли уже. Короче, справка о том, шо ты негоден. Полмиллиона. Где раз и на чём наживая? Да, да, да. Так я и так не буду, я вообще, я по, блядь, ну да, понял, по закону, я вообще не должен тут находиться. Да это я знаю. Ты только не вздумай там ничего за это никому говорить. Приехали туда на мосты, под мосты. Там это, ну, эти лежали там наши, гражданские, укропы, это, военные, это. А это, мы, короче, бежим туда, перебегаем, позицию занимать. Это, ну, надо, короче, добивать их по пути, этих всех ху-клотов, ну, укропов-то. Поэтому с парнишкой, с одним, ну, это ниоткуда не блять. Ну, что, пробовать, горло перелезать? Такой, думаю, ну, ну, но, ху-клот, как бы чай, блядь, там, парнишка один тоже, думаю, ну, ху-клот, как бы чай, блядь. Перелезал. Да, кстати, вот в самом начале было. Ну, третий-сотвертый день, на вечеринке. Забудьте ли? Конечно. Ты, вот, скажи, тебе просто захотелось, если ты перелезал, не что, блядь, я просто убить, ты его мучил? Почему я мучил-то? Я просто перелезал ему голову. Ну, когда я еще человеку голову перележу? Я так подумал. Ты, блядь. Ну что за такие фантазии, чей-то из-за расчёвная, а? Только никому не засказывай. Так уж, конечно, у нас вообще ничего нет. И вот у меня такое же. И я вообще прям... Вот один в один, как ты сейчас сказала, у меня такое ощущение, что у нас вообще ни*** нет. Вот я хожу сейчас... Вообще у меня до*** еще украинских носков. И я понимаю, насколько они... Какие они пи***тые наши уставные носки. И меня не знаю, о чем он получил. Как всегда. Понимаешь, вот мы с тобой покупали. Трекинговые носки там по 400 рублей, по 600 рублей. Вот у них такие выдают. Плисовые перчатки, которые у нас там стоят, в магазине тысячи-полторы у них выдают. Напыление, которое не горит. Как бы я не знаю. Вот сейчас у меня камуфляж. Он вообще нато сует. Он сшит в Америке дырки даже или каши. То же самое я могу сказать про всю остальную одежду, которую у нас есть. Про экипировку. Да даже не брать то, что им поставляют. То, что их промышленность шьет. Из-за этих рюкзаки шлема их. Но это реально уровень. А ты за второй батальон знаешь? Нет. Что, ***, кто попали, что они, ***, отошли. И потом вроде как. Нет, нет. Как они тут? Как они? Вообще ничего не слышал за них? Нет. Вообще? Угу. Звучалые. Да писали, что женская же, что этой банде, ***, писали, что второй батальон разъебался, и что они отошли назад. Короче, пацаны стояли где-то под Бердянском. Не получали ни зарплату, ни ***, так понял, толком, наверное, не кормили. На тележоны возмущаться, поехали в концу, нарвались там на Урала. А, ну это я знаю за это, ***. Ну, а потом лишь их кинули, ***, куда-то на передок. Они там стояли-стояли, молча-молча, ***, стоять-стоять, начали назад отходить, искать пути отхода, ***, попали на россияны, россияне их, ***, прикинь, пока поняли, что это свои. Ну, ***, ***. Вот тебе, ***, кармия, ***, прикинь. Только тебя, что они под обстрел, ***, от Украл попали. ***, так что, я-то так, я же между нами, ***, там всегда не распространяешься, ***.